Газпром объявил о полной приостановке газопровода «Северный поток» на неопределённый срок, сославшись на техническую неисправность в условиях санкций. Пять стран Евросоюза хотят добиться права отказывать во въезде россиянам в интересах национальной безопасности. Климатические изменения заставляют людей покидать места проживания. У Эльси деревня Фейерборн уходит под воду, в Луизиане пустеют прибрежные районы. Газпром объявил о полной остановке газопровода «Северный поток» на неопределённый срок. В компании ссылаются на неисправность одного из газоперекачивающих агрегатов. В частности, речь идёт об учечке масла. В таком состоянии двигатель нельзя эксплуатировать, а значит, перекачка топлива должна быть установлена до ремонта, говорится в сообщении. Газпром подчёркивает, что сделать это можно только на специализированном предприятии. Ранее глава корпорации Алексей Миллер отмечал, что сейчас ремонт турбин невозможен из-за санкций. Попытки вернуть один из агрегатов после починки в августе обернулись неудачей. Газпром и «Сименс» винят в этом друг друга. Кремль, вероятно, стремится использовать значимость захвата территорий вокруг Донецка, которые оспаривались с 2014 года, чтобы поднять боевой дух российских и прокси-сил. Такова последняя оценка Института изучения войны. Российские силы нанесли удары по наземным целям к северо-западу от Славянска, к югу и северо-востоку от Бахмута, а также к северо-западу и юго-западу от Донецка. После захвата Лисичанская российским военным не удалось продвинуться к Северску или захватить трассу Е-40 Славянск-Бахмут. Украинский генштаб заявил, что президент России Владимир Путин отложил крайний срок взятия Донецкой области российскими войсками с 31 августа до 15 сентября. Но реализация этих планов к новой дате выглядит очень невероятной, говорится в сообщении Института. Для достижения этих целей Россия проводит передислокацию своих сил. Не назвав никакой конкретной даты или крайнего срока, президент России Владимир Путин вновь изложил свое ложное видение неспровоцированного вторжения России в Украину, представив его как оборонительную операцию для защиты России. Он говорит, что цель специальной военной операции, я цитирую, ликвидации антироссийского анклава, который формируется в Украине. Заявление Путина об антироссийском образовании, которое надо уничтожить военным путем ради защиты России, подтверждает его максималистские намерения в отношении Украины. Вероятно, это заявление призвано подготовить информационный фонд, чтобы стимулировать дальнейшие усилия России и способствовать формированию новых сил осенью и зимой этого года. Литва, Латвия, Эстония, Польша и Финляндия хотят добиться права на национальном уровне отказывать во въезде россиянам шенгенскими визами, если не будет согласован соответствующий общий европейский запрет. В первую очередь, по словам министра иностранных дел Литвы, это связано с рисками национальной безопасности из-за большого потока россиян, въезжающих в соседние страны ЕС. Цифры, которые обсуждались, многих удивили. Через границу Литвы прошли более 130 тысяч граждан с российскими паспортами и шенгенскими визами. У наших северных соседей показатели ниже, у Эстонии гораздо выше. Президент Литвы Гитанос Науседа сообщил, что Еврокомиссия поддержала региональную инициативу об ужесточении пропуска россиян, но в то же время он призвал другие европейские страны следовать их примеру. Я прекрасно понимаю, что есть страны, которые по понятным причинам не хотят отказываться от возможности зарабатывать деньги. Но знаете, это недальновидная точка зрения – зарабатывать деньги на стране-агрессоре, в которой большинство населения поддерживают эту самую агрессию. Главы МИД стран Евросоюза на этой неделе приняли решение об отмене упрощенного визового режима с Россией, действующего с 2007 года. Это означает, что срок оформления, список документов и цена виз увеличатся. Согласно литовским властям, ужесточение пропускного режима на национальном уровне для россиян может заключаться в дополнительных вопросах и праве пограничной службы отказывать во въезде даже при наличии шенгенской визы в интересах национальной безопасности. По данным МИД Литвы, действующий шенген есть в паспорте у 12 миллионов россиян. Новый вердикт по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Бывший сотрудник полиции Нью-Йорка Томас Уэбстер приговорен к 10 годам лишения свободы. На данный момент самое строгое наказание из вынесенных в рамках расследования. Адвокат Уэбстера утверждает, что его подзащитный находился под чрезвычайным влиянием ложных утверждений, занимавшего на тот момент должность президента, республиканца Дональда Трампа. Всего по делу о беспорядках в Вашингтоне вынесены уже около 250 приговоров. Между тем, Дональд Трамп осенью может объявить о намерении вновь баллотироваться на пост главы государства. В случае своего переизбрания он обещает амнистию фигурантам дела о штурме Капитолия. Около 130 тысяч пассажиров авиакомпании Лифтганза пострадали из-за забастовки пилотов. Как передает ДПА, были отменены более 800 рейсов. Действенность авиаперевозчика в Германии была почти полностью остановлена на сутки. Исключением стали некоторые международные перелеты рейса дочерней компании Ситилайн. Я просто хочу добраться до дома и отдохнуть после работы, после командировки. Забастовка стала ответом профсоюзов на провал переговоров об условиях труда. Активисты требуют повысить зарплату для пилотов на 5,5%, чтобы компенсировать инфляцию. У забастовки есть свои причины, я это понимаю. Я еще не сильно пострадал, ведь мне всего лишь надо добраться до Штунгарта. Руководство Лифтганза пыталось помешать проведению забастовки через суд, но безуспешно. Тем не менее, после слушаний в арбитраже по трудовым спорам, профсоюзы решили переформулировать требования об индексации зарплаты по уровню инфляции. Домоклов меч навис над деревней Фейерборн в Уэльсе. Такими словами описывают местные жители ситуацию, в которой оказались уже 10 лет назад из-за последствий глобального изменения климата. Тогда власти сообщили им, что к 2054 году этот населенный пункт погрузится под воду из-за повышения уровня моря. Администрация области Гуинет разрабатывает план переселения людей, но никто не знает подробностей. Деревня стала бесперспективной, невозможно взять кредит. Поэтому у молодежи нет шанса приобрести дом. Строить сейчас тоже ничего нельзя, потому что нет разрешения. Вдоль всего побережья Великобритании очень много населенных пунктов, которые окажутся в тяжелой ситуации. Даже здания парламента исчезнут. В американском штате Луизиана люди уже вынуждены покидать прибрежные районы. В несколько раз сократилась площадь островка Жан-Чарльз, на котором уже несколько поколений живут потомки коренных американцев. Сегодня местных жителей называют первыми климатическими беженцами в США. Остров с материком соединяет всего одна дорога, и она зачастую заблокирована из-за высоких приливов. Я планирую проводить как можно больше времени на острове, это все еще мой дом. Но теперь я живу в новом месте. Этот остров в моем сердце навсегда останется для меня настоящим домом. Всего планируется построить 37 домов для сотни человек. По словам губернатора штата Луизиана Джона Белла Эдвардса, это первый проект такого рода в истории США. Премьер-министр Албании Эдди Рама использует саммит «Открытые Балканы» в Сербии, чтобы попытаться остановить эскалацию напряженности между Белградом и Приштиной, которая не участвует в саммите. Независимость Косова Сербия не признает. В интервью Евронюса Эдди Рама раскритиковал жесткий подход косовского премьер-министра Альбина Курти к Сербии. «Все знают, что я стопроцентно на стороне Косова, когда речь идет о его признании. Но не секрет, что когда речь идет о диалоге с Сербией, у меня иная точка зрения, и она расходится с косовским правительством». Нынешние власти Приштины хотят, чтобы сербы, проживающие на севере Косова, с 1 сентября стали использовать на своих автомобилях номерные знаки с косовским гербом и названием республики. С конца октября, если косовские сербы не будут соблюдать новые правила, их автомобили конфискуют. «Я не вижу никакого решения на данный момент. С 1 сентября они, безусловно, продолжат свою кампанию и попытаются заставить сербов сменить номерные знаки». Курти сказал на переговорах в Брюсселе, что, по его мнению, у него все получится, говорит президент Сербии Александр Вучич. Евросоюз и другие балканские страны хотят избежать крупного кризиса между Косовым и Сербией. Брюссель успешно выступил посредником в частичной сделке между Белградом и Приштиной в августе прошлого года. История с номерными знаками может свести на нет. Дипломатические усилия. Суд Мьянмы приговорил Аунсан Сучжи к 3 годам тюрьмы по обвинению в фальсификации выборов. Новый приговор продлит срок заключения де-факто главы демократически избранного гражданского правительства страны, свергнутого в результате военного переворота в прошлом году. Лауреат Нобелевской премии мира 1991 года Аунсан Сучжи уже была приговорена к 17 годам лишения свободы по другим обвинениям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова